здравствуйте дорогие мои приветствую вас на канале заметки нумизмата зовут меня сергей юрьевич и тема нынешней беседы рубли петра первого а именно рубли 1722 года это первые рубли с монограммой великого императора как вы видите в гостях у меня снова алексей шлыков и нас ждет интереснейший рассказ про эти монеты здравствуйте здравствуйте большое спасибо что пригласили вновь вашу студию а мы тоже очень рады вас видеть большое спасибо итак уважаемые зрители начнем сегодня дорогие друзья мы поговорим с вами о рубле 1722 года чем он интересен какие имеет особенности и чем замечательным и разберемся в этом с вами сегодня по порядку на дворе 1722 год Россия вся в преобразованиях закон о престолу наследие утверждение табеля о рангах учреждения канцелярии правоохранительных органов прокуратуры столько событий столько изменений коснулись они и рубля самое главное и самое значительное и видимое изменение на монете это конечно же смена державного орла на вензель теперь оборотная сторона имеет очень интересную особенность она состоит из вензеля петра первого это переплетенные между собой виде креста буквы п и знак ай английская символизирующая и единицу символизирующая и император да да именно императора в 1722 году впервые на российских монетах петр именуется императором а Россию как следствие империи это очень значительное событие в жизни страны страна приобретает новый статус новое значение можно сказать что этот рубль является не просто рублем а рупором новостью символизирующий это важное событие в чем же его еще особенности если у него какие-то отличия интересные разновидности и особенности первый элемент это украшение которое располагается сверху над головой императора в легенде это может быть трилистник это может быть звезда это может быть точка вариантов масса вариантов много второй значимый элемент на рублях 1722 года который делит эти монеты на разновидности это вензель императора вензель в совокупности с коронами может быть нескольких основных вариантов вот мы с вами сейчас видим стандартный вензель 1722 года вот у нас вензель более широкий так сказать большой вензель и очень интересная разновидность не так часто встречающиеся это малый вензель вы видите как существенно отличаются они между собой по размерам по расстоянию сейчас мы это с вами попробуем совместить и увидеть вместе вот наверное на камере это сейчас видно замечательно третий важный элемент на рубле 1722 года который очень серьезно влияет на степень редкости этой монеты на стоимость этой монеты это слово в круговой легенде на портретной стороне это слово всероссийский всероссийский может иметь несколько вариантов написание разное расположение букв с к и но самая редкая разновидность это отсутствие буквы с всероссийский так мы читаем вот на этой вот монете пропущена буква с этот казус естественно конечно же вошел во все каталоги нумизматические он известен он интересен он редок к слову сказать конечно чистые чистые конечно ошибки на монетах 18 века да и на монетах 19 века они встречаются это известный перд место петр на рублях петра второго это по атина на варшавских паутинах николая первого ну а вот у петра первого одним из самых интересных таких моментов схожих это вот на рубле 1722 года всероссийский вот такая вот интересная монета совокупность всех этих различий всех этих элементов дают конечно же очень большое количество разновидности штемпелей в каталогах михаил дьякова их описано 17 основных но не исключено что в самое ближайшее время будут найдены еще какие-то значительные значимые варианты рубль 1722 года оставил очень важное наследие на все последующие рубли петра первого какая бы чеканка не велась каких бы разновидностей видов и типов на рублях петра первого навсегда исчез с монет державный орел и его место заняла монограмма виде креста с исплетенных букв п только лишь впоследствии на рублях екатерины первой а далее на рублях анны и анны возвращается державная птица а вензель петра первого послужил прообразом для рубля другого монарха для рубля петра второго на этом у нас все рублях петра второго в наших следующих выпусках ставьте лайки подписывайтесь на наш канал задавайте вопросы внизу в обсуждении всем спасибо до свидания мы ну и Субтитры сделал DimaTorzok